Дальневосточная энергетическая управляющая компания в течение двух лет обеспечит внешнее энергоснабжение на Кынского гол Калроса. Общий объем инвестиций со стороны энергетической компании составит порядка 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Силютин. Также он отметил, что часть затрат по энергообеспечению возьмет на себя и алмазы добывающие компании. В прошлом году Дальневосточная энергетическая управляющая компания и Российское энергетическое агентство Минэнерго России заключили договор на разработку бизнес-плана и финмодели проекта энергоснабжения Вилюйской группы районов. Ориентировочная стоимость этого проекта между 7,5 и 8 миллиардами рублей. Это существенная величина. Но с учетом того, что компания инвестировала в энергетику республики уже более 44 миллиарда рублей, для нас эти цифры понятны и посильны. По сроку реализации проекта мы рассчитываем в этом году получить заявку на технологическое присоединение от Алросы. И думаю, что этот проект будет реализован в течение двух лет после получения заявки. В рамках соглашения стороны взаимодействуют по вопросам обеспечения качественным и бесперебойным электроснабжением населенных и промышленных потребителей Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского районов Якутии путем строительства линии мирных Сунтар-Нюрба с подстанциями Сунтар и Нюрба. У нас из федерального бюджета финансировался первый-второй пусковой комплекс. Сейчас вещь идет о строительстве Сунтар-Нюрба, потому что у нас есть проблемы, население не обеспечено качественным энергоснабжением. Более того, мы подтягиваем к этому проекту энергоснабжение Наклина, месторождение Алроса, чтобы снизить издержки предприятия по энергоснабжению. Сегодня там дизельные электростанции, компания переходит на нефть, но все равно там тариф будет высокий. При строительстве линии электропередачи понятно, что было снижение тарифа, и это снизит издержки компании Алроса.